ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, народ! Всем привет! Ну что, мы едем искать клад, потому что наступила весна, вода стала жидкой, трава стала низкой, да, снежок за зиму все придавил, нас неудержимо тянет поковыряться в грязи. Да, мы нашли интересное место на карте, и поедем-ка мы туда. Кажется, мне там еще каменные люди жили с каменными топорами. Каменные топоры не звенят. Мы их будем копать. Будем копать каменные топоры? Да. На самом деле это место у нас в огороде. И все, что мы достаем из земли, мы сами же туда и закапываем. Но, в общем... Делаем это вот такое художественное. Да, это сказка. Ну, такая сказка с намеком на правду. Поэтому, что было, что не было... Есть ли жизнь на Марсе? Никто не знает. Нет ли жизни на Марсе? В общем, в принципе, все, что вы увидите в нашем фильме, может быть, правда. А может быть и нет. Возможно, мы сами прикопали то, что вы увидите из находок, если мы что-то найдем. А может быть, мы это правда нашли. Да и неизвестно, где мы копали. Я думаю, может, в своем огороде. Кто его знает. Вот такие мы, ребят, места едем, где дороги уже на асфальте нет. Вернее, асфальт то есть, то нет. Постоянно он... Вон, ребят, смотрите, как ледяные дожди погнули деревья. Вот такие места. Видели пару раз копорей, которые не смогли... Ну, машины в дороге ставят и метров в сто отходят по деревенькам шуршат. Вон, машина вообще без номера. Прокуши какие-то. Ребят, если вы думаете, что мы едем уже на вездеходе, нет, у вас ложное впечатление создается. Мы все еще едем на машине. Вот такая волшебная у нас дорога. Это самый хороший я участок. Я бы даже сказал, потрясающий. Местами асфальт сошел уже вместе со снегом. Потому что весна. Мы тоже поедем. Включил все, что можно. Этот подъезд в деревню вообще жуткий. Ползет Руджик. Я тут, понимаешь, и вам живу эту морейку. Ой, Викторыч, здорово-здорово. Как твое ничего? Отлично. Без вас скучно. Без нас скучно. Мы, видишь, ехали-ехали и приехали. Погода чудесная. Погода чудесная. Погода был хороший мороз. Старайтесь не тихали. В какую сторону поедем, мы вам не скажем. В какую-нибудь интересную. Мы вообще в огороде. Мы вообще вам даже не скажем, в какой мы стороне находимся. Мы находимся у себя в огороде. Мы вот сейчас выйдем и будем там копать. Да ладно, шутим. А может, не шутим. Смотрите, какие доисторические штуки, видеокассеты. Из них сделаны подпорки для полок. Это что такое, знаешь? Нет. Песы, которые вешали. Вот здесь точечки. Вот пуды. А здесь фунты. Ничего себе. По 100 долларов за один год ее хранения. Цена ее. А теперь читаем. Года. 1875. О, блин. Ничего себе. А тут веревочка вешает. А, и сбегают, да? Чтобы она вот уравновешена была. И все. Просто двигается веревочка по точкам. И они вот сколько будут, они столько лет всегда будут точные. Никогда не делают кузнец. 1871 год. Вот так вот. Видите, насколько история встретилась. Раз, и что. Смотрите. смертельный номер. ХАЙ! И все. И нет уже у мишки причиндал никаких. Ну давай, не рискуй. А вот это булава. То есть можно так, раз, оглушил, потом за ноздрю взял и потащил домой. Смотри, аккуратнее, я одноразовый. Ха-ха-ха. Жутко. Вот, ребят, смотрите. Как раз эти насечки, да, которые пуды и фунты. То есть чем дальше, тем легче. Чем ближе, тем... Такая штука. А вот, ребят, еще одни весы. Но это делает другой кузнец. Год не проставлен. Года нету. И вот такие вот тоже отметины. Пуды и фунты. Надо понимать, что как. Ну это можно, в принципе, взвешиванием определить. То есть, делалось это вот так вот. Вот так вот подвешивалось за веревку. И путем сдвигания находился вес груза, который на крюке расположен. Вот так вот. Вот какой, Виктор Ильич, раритет есть. Ландроцикл. Ну вот, ребят, деревенская еда. Дайте, пожалуйста, бокал. Деревенская еда. Вот так вот. Картошечка у нас жареная. Селедочка. Огурчики. Хлебушек. Я знаю, что вы сейчас в комментариях напишите, что что-то не хватает. Что там хватает, не показываем. Сейчас мы повысим заряд в наших батареях. И поедем. Мы же за рулем, мы не можем. Это молодого теренка мяса отваренное. Ешь я. Нет, 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 нет. Мы обнаружили. Все, мы поехали. Нам предстоит неблизкий путь, собственно. Но мы часть его вам покажем. Самые интересные места. Ну а что не покажем, значит, вам этого видеть не нужно. Мы поехали к себе на огород. Да. Да. Ну вот, ребята, дорога заканчивается. Начинается направление. Да. Мы сейчас поедем, ребята. Такую задницу. Течение очень хорошее. Я вам скажу. Глубина здесь сразу тоже очень. Хорошая корава. Хорошая, да. Поприводняемся. Здесь мы не можем выпадать. Посмотрите, глина какая. Просто жижа сплошная. Вот здесь мы можем выпадать. Нет? Очень-очень-очень мягкий берег. Ха-ха-ха. Нас несет как пушинку. Так, зацепились мы за что-то. Нет, не могу. Разворачивает. Разворачивает. Давайте попробуем обратно пробовать. Сейчас немножко по-другому сделаем. Пройдем в другую сторону свиста. Вот идем против такого достаточно хорошего течения. Медленно, но верно. Вот там есть пологий бережок. Там и выйдем. Очень мягкая глина на береге. И мы ее просто как масло срезаем. А вот здесь такой заводок. Здесь небольшой. Я думаю, нам получится вот там от течения спрятаться и выйти на берег. Сейчас я буду участку увидеть. Вот такой здесь амуток хороший. Я думаю, мы здесь выйдем. Течения уходят туда. А здесь вот такая пустота. Да, мы выбрались. Мы выбрались, ребят. Нормально. Кстати, вот здесь может быть рыба в этой лужке. Смотрите. Потому что в половоде она наполнилась, наверное, солью. Вот и все пошло. Хотя ее, наверное, и не разливало так сильно. Сейчас давайте вот эту лужу подведем. А? 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 Ну, понятно. Скорее всего, может быть, здесь рыба и есть. Половодим сюда зашла. И вода отошла. Она тут осталась. А мы ее сейчас искать не будем. Да, мы ее сейчас искать не будем. У нас другие планы. Более грандиозные. Да, мы едем туда, куда никто весной добраться не может. И когда трава лежит, мы... О-хо-хо! Слушай, я в канавы свалился. А-ха-ха-ха! Ребят, чуть в это маленькое озерцо не провалились. Пока я задом сдавал. Там, где можно добраться на машине, не имеет смысла. Когда в это место можно добраться на машине, тогда... А-а-а... Там нереально копать. Там трава выше головы. А сейчас все лежит. Вот, все открыто, посмотрите. В любом месте. Но мы поедем именно туда, куда не доехать. Уже вот сюда тяжело доехать. Здесь единственный след от трактора идет. Вот, ребята, кабаны копали. Смотрите, накопали кабаны, сколько этих. Канав. А мы переживали, что дорогу испортим. Тут без нас ее портят. Вот как. Червей они жрали, что ли, здесь. Вообще все перепахано, как комбайн. Кабаны охотникам дорогу разбивают, чтобы те не заезжали в лес. У них это очень получается хорошо. Смотрите. Посмотрите, что дорога раскопана. Только да, только дорогу прокопали. Больше ничего не копают. Следы копытца видно, ребята. Видите, вот такие. Тык-тык-тык. Поросята тут гужбанили. Действительно, только дорога раскопана. Во, ребят. Виноград лось был. Как. Лосиный виноград. Кстати, Мишка где-то вычитал, что его в чай можно заваривать. Хочет попробовать. Пожалуйста, напишите в комментариях, отговорите его. Он ведь точно будет его заваривать. Это наглая ложь. Он ведь его будет заваривать. Ребят, ну может кто-то знает какие-нибудь целебные свойства этого винограда. Может, Мишка не зря это вычитал где-то. Пробуем вот так прокатиться. Двадцать минут, валет нормальный. Еще один тут застревает, вообще непонятно. Застреваем. Однако, ребят, удача хорошее. Ну как, Трайв есть? Кручаек будет. Сейчас такие буты. Отно жопа тортит. Да, мы это умеем. Ха-ха. Класс. Шерм чувствует себя в своей тарелке. Посмотрите, насколько прозрачная вода. Здесь никого не было. Здесь никого не было уже давно. Все можно пить, наверное. Ха-ха. Продолжение следует... 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 почитайте там есть такой бобафония дядька вот он очень я в свое время прям зачитывался его историями у него несколько экспедиции описано как они на лодках вот парить по рекам это не помню сейчас не скажу ребят где они территориально находится но где-то очень на севере сибирь там где-то вот там у север си на севере на севере где-то и очень интересная история так что рекомендую расскажите нам ребят как обезопасить короче читаем между строк ребята как сделать так чтобы медведь не съед мишку нашего мне это страшно за мурку конечно он кстати видите мурка вот она хорошая виде пузо у нее какой у него скоро будет щучьи дети и мы их будем отдавать и продавать в хорошие руки расскажите мишки пожалуйста как ему обезопасить себя от медведя пишите в комментариях кстати пишет напишите в комментариях правда какие у вас были случаи встречи с медведем может у знакомых кого-то были случаи такие вот очень интересные как они избежали встречи с мишкой там или как его отпугнули потому что здесь где мы сейчас находимся медведь это не редкость и хотелось бы знать что делаете что не делать я спать хочу давай спать уже а поговорить да да поговорить сюда что поделаешь простим простим мишки вообще много прощают профсоюз мишек кстати отчитайся давай профсоюзу мишек в защите мишек доволен это сегодня сегодня на редкость хорошие дети да мы нашли место не бита и вообще очень напуган потому как после таких хороших дней наступают обычно не очень хорошие очень настораживается есть в этом правда словах твоих на самом деле мы проделали сегодня большую длинную дорогу наверно сколько сегодня килограмм 40 до проехали не меньше по всяким разным топим вам куски показывали этого всего ты дороге весенний просто пилили где такое что объезжали где-то ныряли ребята ну по этой дороге наверное километров 5 встречались следы а потом уже вообще ничего не было просто была колья заросшая мохом которую никто никогда не трогал вот и поэтому мы наверное здесь в этот период времени я думаю что мы здесь первое потому что местами шли просто реально до местами где плыли где-то топе болота то есть такие что на первую передачу переключались поэтому вместо реально не бита завтра будем вам это показывать я так думаю все пока спокойной ночи любаста вышла в свой рабочий режим нагнала температурки нам вот это наш самый последний новый ролик и вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами если ты еще не подписан обязательно подпишись вот здесь нажми на кружок спасибо пока спасибо спасибо спасибо